А из американских футболистов тоже неплохие бойцы получали? Да, да. Мне сказали, что проход ноги у нас в футболе был такой похожий. Я и так на вольной борьбе делал вот так же. Чтобы человека догнать, допустим, мяч, нужно прыгать в ноги. Так я на вольной борьбе проходил так, как в футболе. Прыгал в ноги. Мы идем к Виктору Богданову через лес. Здесь так красиво, что уходить не хочется. Только прохладно. Но пока мы еще не знаем, куда идти. Но здесь очень красиво. Нормальные герои всегда идут во вход. Всем привет, друзья. Мы здесь случайно гуляли с Анастасией Алексеевной в субботнем Новогорском лесу. И заврели в гости к Виктору Богданову. Ну так вышло. Так работают навигаторы. В общем, мы в гостях в Богданскул. Виктор, добрый. Приветствую, Алексей. Сорян, что ворвались в непредсказуемую, можно сказать, поймали по-домашнему. Всегда рад вас видеть в любое время. Приятно слышать. In the time. Welcome. Решили, что давненько мы не общались с Виктором. Да и вообще мало кто, наверное, может припомнить последнее интервью или там чаепитие с Виктором Богдановым на BSG Freaks или на каком-либо другом ресурсе. Хотя о чем я говорю? Какие другие ресурсы? Тоже мне шутка. Виктор, недавно вы отметили свой юбилей. Было дело. И вот прям почитали регалии. Вот почитали регалии. Там было написано Виктор Богданов. Чемпион. Чемпион. Мастер. И так далее, и так далее. И нам что-то показалось. Но новое поколение борцов, да, адептов бразильского джиу-джица и грепплинга, наверное, думает, что так. А Виктор Богданов, Виктор Богданов. Ну, это такой вот суровый мужик, здоровый бородатый, который приходит на турнир РГСА, жмет всем руки, вручает пояса. А вот про спортивные достижения, наверное, вот новое поколение это и не особо знает. Вот хотелось бы раскрыть сегодня личность, хотя я вижу, что мужчина-то серьезный и скрытный, немногословный. Привет, как дела? В общем, хочу сегодня разговорить. Ну, раз в 50 лет можно было о себе напомнить, так сказать, скромно. А так, кто помнит, как все начиналось, как и вся история российского грепплинга, с чего она начиналась, да, практически на первых же турнирах начали выступать. А начиналась история российского грепплинга, как мы помним, с Ощепку. Ладно, шутка. Кстати, каким он был? Наш первый грепплинг? Ощепков. Ощепков. Это был грепплинг? Ну, с точки зрения мирового понятия грепплинг, это был грепплинг. Согласен, да. Ну, вот я знаю, что изначально в спортивной карьере у Виктора Богдана все-таки был не грепплинг, а не грепплинг в том виде, в котором мы сейчас понимаем значение этого слова. Да, это была вольная борьба, классическая, или, может быть, в детстве там еще что-то было? Ну, нет, в детстве много чего было, конечно, в основном было плавание, американский футбол, да. Ну, а потом уже, как вид фитнеса, я стал заниматься вольной борьбой, так как скучно было таскать железки, и ходили на вольную борьбу заниматься. Довольно-таки поздно начал заниматься, лет 25, то есть я такой классический, как представитель любительской борьбы. И в институте стал бороться, и появилось там предложение выступить там за институт, за это. Ну, и раз-два получалось, увлекся. Но уже самой вольной борьбой все равно я старался заниматься, уже я смотря уже все эти UFC и видя слово грапплик везде. Так что стремление к этому было, как бы, к грапплингу, но через вольную борьбу. Ну, что вполне себе естественно, и даже, наверное, в какой-то степени традиционно для России. Да, заниматься грапплингом было негде, поэтому занимались вольной борьбой. Было, как бы, нелегко в таком возрасте уже начинать что-то соревноваться. Хоть и по студентам ты выступаешь, хоть и по кому-то выступаешь, там все равно борются титулованные борцы, тем более в Москве. Но, тем не менее, удалось как-то выехать и выполнить норматив мастера спорта. Вот, начало вольной борьбы, это какой был год? Это, скорее всего, это конец 90-х годов. Конец 90-х? Да, 90-х годов, да. Хорошо. В каком году началось это вот увлечение грапплингом? То есть, когда к вольной борьбе добавляются болевые и удушающие приемы? Ну, всегда было, как бы, увлечение именно болевыми и удушающими приемами, даже когда занимаясь вольной борьбой. Что-то мы смотрели где-то, подсматривали в боях, там видели что-то такое, что-то... Ну, негде было это, как бы, и попробовать, применить. Не случайно, как вот я увидел где-то по телевизору, что ли, на бойце, что проводятся эти турниры. И, конечно же, нам захотелось там поучаствовать. Леня Готовский, по-моему, проводил эти турниры на первый чемпионат России в 10-м году. Я уже туда залетел по EDC. И как? Не пустил ли меня, короче, в новички, закинули сразу к профессионалам. Ну, получил, умудрился там, как бы, третье место занять. В итоге, вот по спортивной карьере, если вспоминать вот эту бодрую юность от 25 и выше, какие есть результаты, там, не знаю, звание, титулы, чемпионские пояса, медальки, сувениры, значки монеты. На остатки здоровья, как говори, молодости я и успел там в 10-м году, вот, выскочил на России. В 11-м тоже на России, Олейник, с Олейником в финале боролся, тоже проиграл, к сожалению. Потом попал на чемпионат мира в Сербии по филогрепплингу. Там тоже третье место занял. Потом уже поехал в Америку, там слышал, такой был турнир, Грапплерс Квест тоже, хотелось пояс выиграть. Ну, и заодно мы смотрели, как бы, мониторили уже, как люди проводят соревнования. Было интересно. Там удалось тоже выиграть. Потом уже в 12-м году поехал в Нью-Джерси опять на чемпионат мира, там уже забрал пояс чемпионский. И, ну, примерно уже в 12-м году закончилась моя карьера в грепплинге. Это все по, как говорится, по адалтам, мое выступление. А потом уже, занимаясь, пытаясь где-то заниматься, все надели свои кимоно, и мне тоже пришлось его одеть. Не хотелось? Не хотелось, страшно болели пальцы, страшно болели руки от него. Ну, потихоньку-потихоньку научился. Ну, вот переход в бразильское джиу-джицу, ну, я не назову такой переход, а скорее, когда появилось, как и ко всему прочему, добавилось бразильское джиу-джицу, вот именно там с ги-тренировки. Ну, как раз, наверное, активно, я так в 12-м году мне, или в 11-м, мне дали синий поезд, там, Аллава Абраудал, и я, как бы, я активно не занимался в 12-м, еще продолжал грапплингом бороться, потом получил травму, там, очень серьезную, там, на позвоночник, тоже готовился, хотел еще выскочить на Европе, ну, получил травму, не получилось поехать, ну, и как бы завязал. Ну, и в 13-м году уже на районе, как-то рядом секция образовалась под джиу-джицу, познакомился с дедой Эйфорией, он меня пригласил тренироваться, и вот активно с 13-го года я, наверное, начал заниматься именно в ги-джиу-джицу, от него получил уже пурпурный пояс, и мы стали уже ездить всей командой, там, Абудаби, Лиссабон, вот эти соревнования. Те самые времена, когда можно было командой съездить в Лиссабон на чемпионат Европы. Помним, скорбим. Да, сори, что перевел. Ну, интересно было тоже все это смотреть, как там происходит в соревновании, как они организовывают, как проходит, как у нас делают, ну, как бы набирались опыты в этом плане. Вот, и все. И, соответственно, и сами выступали, что-то там умудрялись забирать, какие-то медальки даже. В общем, насмотрелись, и результатом насмотренности со временем мы, собственно, можем считать, явился РГСА. Russian Grappling, 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 Sport Association. Когда он появился, вот, РГСА, да, как идея, и вообще, серьезно ли она была изначально? Ну, вы же помните, Алексей, какая была ситуация здесь с соревнованиями по бразильскому джиу-джитсу, что как-то это тяжело давалось, тяжело организовывалось. Вот, и были какие-то открытые ковры, вот, и считаю, как альтернативу, как замена вот этим всем открытым коврам, немного решили организовать. На примере, как в таких вот, где я бывал в Америке, там, Grappler's Quest или Naga, вот, как взяли, как пример. Такие демократичные форматы. Да, да, свободны, то есть, как бы, все скинулись, мы организовали, медальки купили на ваши деньги и все вместе поборолись. То есть, о каком-то бизнесе, о каких-то, там, заработках, там, речи и до сих пор не идет, в принципе, не как там. Ну, увы, увы, увы. Ну, увы, так что, вот так. Ну, зарабатывают, тот судит, они работают, все молодежь, там, кто помогает проводить соревнования, зарабатывают, конечно, что-то, ну, как обычно. То есть, нам лишь бы была движуха, то есть, как я сейчас занялся тренерской деятельностью, пусть сами понимаете, где-то надо выступать. Как бы, и такой лоукостер, по сравнению со всеми остальными, мы запустили, да, то есть, мы так и двигаемся в этом направлении, стараемся качество давать не хуже мирового. То есть, мы уровень примерно знаем, как оно должно быть, как организовать, вот это стараемся это держать. А Бергаса, помните, сколько регистраций или человек было на первом турнире рок-н-роллинг? Ну, не помню точно, но что-то не очень много, 150, может быть, не больше. Следующий вопрос. Сколько стало людей на турнирах после того, как РГСА подружились с Бержефликс? Бразы, Алексей, бразы, бразы. Немножко саморекламы, просто спонсор нашего интервью с Виктором Богдановым, Бержефликс. Сейчас самые большие, наверное, турниры, самые массовые турниры по количеству регистраций и по статусности, это сейчас чемпионаты Евразии РГСА, верно? Ну, хотели заодно, как бы, есть топовые события делать хотя бы раз в год. Хотели сначала раньше два разделить, ги на уги, но решили пока объединять, пока народу. Мы справляемся с количеством. Ну, да, в принципе, и на весь день хватает. Вот что мне в свое время понравилось. Я очень скептически отношусь к чемпионатам России в каком-нибудь районном центре. Ну, это просто мое личное, где-то вот внутри немножко свербит по этому поводу. И в свое время такой увидел чемпионат Евразии. Такой, а нет, все честно. Здесь у нас в Москве достаточно все по-честному. Вот здесь мне понравилось. Вот здесь вот тонкий ход, такой прям в точку. А будет ли чемпионат мира от РГСА когда-нибудь? Возможно, как говорится, будет, но когда немного РГСА расширит свои, как говорится, границы на восток или на запад, не знаю, как пойдет. Когда мы где-нибудь проведем хотя бы в другой стране чего-нибудь, тогда можно о чем-нибудь говорить. А когда мы все проводим внутри страны, ну, как говорится, я бы так громко не называл. Согласен. А все-таки дороже было бы. Да, вот сейчас на РГСА там регистрация от 2,5 до 4,5, в зависимости от этого. А тут бы сразу чемпионат мира можно было сразу десяточка. Возможно, возможно, кто-то и купит такой билет в погоне за таким титулом. Да, потом из себя можно в райцентре говорить, о, видали, в далеком 2024-м. Мир прошел, да, в нашей губернии. Хорошо. Вопрос, который крайне волнует всех участников и потенциальных участников турниров серии рок-н-роллинг и прочих турниров, которые организуют Russian Grappling Sport Association. Раньше были призовые в абсолютке. Они навсегда исчезли из турниров рок-н-роллинг? Ну, в этом году пока так будет. Мы эти денежки, которые мы давали в абсолютке, решили подкопить и дать денежки командам, занявшим призовые места на Евразии. Командам? Командам. На этот раз командам. Ну, возможно, и дадим в абсолютке что-нибудь. А если инсайт? Инсайт от Виктора Богданова. О каких суммах может идти речь? Я думаю, а трехзначных или шестизначных? Шестизначных значных! Поясню. Мы, спортсмены, не обязательно должны шарить в арифметике. Иначе мы бы занимались арифметикой, а не вот этим вот всем. А вот такой вопрос. Вот сейчас полтинник. Не хочется тряхнуть стариной и выйти там по мастерам. Ну, я вот как раз думал, полденега наступил, надо начинать тренироваться опять. Начинать. Вопрос просто, для чего? Просто скучно. Просто так тренироваться. Если тренируюсь, а для чего-то? Будет для чего? Был момент, хотел с Монсоном. То есть, это была не утка? Суперфайт, Богданов и Монсон, это не утка была? Не утка, нет. Мы с ним договорились. Он мне потом прислал, говорит, меня тренировался, я не могу. Крутяк. Ну, Монсон, как говорится, уже не тот бедный человек. Как бы старый, больной. Надо сказать, что вы выглядите-то пободрее. Ну, он больше в борьбе, как говорится, чем я. Тоже есть такая штука. Ну, ладно, давайте рассмотрим перспективы не только РГСА, а вообще развития джиу-джитсу и грэпплинга в России. Вот просто предсказание от Виктора Богданова. Развитие грэпплинга? Да, вот что, как будет развиваться грэпплинг и джиу-джитсу в России. Я говорю, грэпплинг не вид спорта в какой-то рамках какой-то федерации, а грэпплинг, ну, в смысле, вся борьба, которая представлена у нас в России. Ну, я скажу так, что у нас борцовская страна. И, как правильно говорить, что и самбо, и дзюдо, и вольные, и грэпплинг, это все, по большому счету, грэпплинг, все это борьба. И она достаточно развивается хорошо. Просто одно из наших направлений, как джиу-джитсу, бразильское джиу-джитсу именно, да, какое мы именно практикуем, оно развивается, я бы сказал, семимильными шагами. Смотрите, сколько сейчас появилось уже черных поясов. Уже раньше там можно было там одного-второго, а сейчас и уже со счета сбился сколько. А эти потенциальные, как говорится, тренера, потенциальный приток участников на турниры, и развитие, развитие, развитие. Чем больше будет приток детей, занимающихся джиу-джитсу, тем больше будет разрастаться это рано или поздно. Все будет так же, как и произошло в Абу-Даби, во всем мире, так же и будет развиваться. Когда российские джиу-джитсеры, грэплеры, начнут зарабатывать на своем спорте, на своих спортивных достижениях? 10 лет, 20? Или, может быть, при соблюдении каких условий? Ну, насколько я знаю, что сейчас топы у нас приглашаются и участвуют во многих денежных турнирах. А когда они начнут прям зарабатывать борьбой, я бы не сказал, что борьбой зарабатывать можно. У нас борцовская страна, но заработать борьбой в ней нет. У меня, допустим, приводят детей, вам же тоже, я все время говорю, вот вы отдадите куда-то на плавание, ребенок будет плавать научиться, как минимум, на рисование, рисовать научиться. На борьбу дадите, как минимум, эта борьба с ним на всю жизнь останется. Это никуда не пропадет. Это будет в его арсенале входить с ним. Поэтому это такой ценный груз. Может быть, это его и ремеслом станет, когда он черный пояс получит. То есть это актив, который будет, как минимум, его кормить. Есть такая штука. А нужно ли современному ребенку иметь вот эти вот борцовские навыки? Ну, мы в детстве шли в единоборство для того, чтобы на улице можно было там по мордасам кого-нибудь нащелкать. Ну, или в крайнем случае, чтобы тебе не нащелкали. Вот я так в единоборство пришел там в 10 или в 11 лет вот именно за этим. И что-то затянуло. Кстати, где-то, наверное, годов, лет с 14 у меня дракта практически не было. Но потом уже были, конечно, но уже по другим поводам. Так вот, сейчас современному ребенку, который там мама с папой отвозят на машине в школу, забирает обратно, он живет в таком прекрасном районе, нужно ли ему уметь бороться, драться вообще вот это вот единоборство? А ведь, чтобы научиться, ему еще нужно потеть, там отжиматься, пахать. Вот это вот. Надо ли оно? Абсолютно, скажу, не надо. Я это вижу по тем, которые детей приводят. Он не понимает, зачем ему это надо. Да, вот когда мы росли, когда мы понимали, чтобы на улице саму себя хотя бы защитить, как минимум. Чтобы на улице будете... Это происходили как бы всякие столкновения, драки, ситуации в школе везде. Сейчас, по крайней мере, в московском регионе такого нет. На Кавказе немного другая обстановка. Не знаю, никогда не учился в кавказской школе. Да, да. Ну, там ребята, как бы это тоже традиции сохраняются. Поэтому они все занимаются борьбой. Тоже мамы спрашивают, там бывает, а почему, почему там одни кавказцы в борьбе? Я говорю, а почему вы на борьбу не отдаете своих детей? Почему вы их отдаете на плавание или там на футбол? Приводите, и здесь будут борцы. В Богдан Грэплинг Скул есть дети? Ну, в детской сборной? Да, есть дети. Пока не очень много. Но мы вот только вот малышей набрали в этом году. А такие уже подростки, они уже занимаются несколько лет уже. Что-то выигрывают. Ну, здорово. Ну, тогда, собственно, друзья, обязательно пишите, о чем мы не успели спросить Виктора Богданова, о чем бы хотели услышать в следующий раз. Мы ему будем отсылать вопросы кружочками в Телеграме и получать ответы точно так же. И это будут дополнительные выпуски к сегодняшней нашей беседе. А сейчас мы пойдем пить чай. Виктор, еще раз спасибо за то, что не отказали в аудиенции. Ну, и сорян за то, что отвлекли от воскресной тренировки. Это моя медитация здесь в лесу. Да, да. Вам спасибо, что приехали. Всегда рады. Супер. Смотрите нас. Любите или не любите нас. Ставьте лайки. И присылайте деньги. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова